Я, чтобы как-то оживить семинар, подумал, и мне кажется, есть интересная идея, связанная с тем, чтобы реализовать в некотором смысле идею Олега Михайловича, философского словаря. Но для того, чтобы дойти до каких-то уже итогов, сначала надо как-то запустить обсуждение терминов. Я предлагаю, есть какие-то в наших обсуждениях термины, в которых есть какие-то разногласия, споры, то есть слово одно и то же, а смысл вкладывает с участниками разный. Чтобы таких пустых обсуждений не было, я предлагаю тот круг терминов, который мы часто используем, наиболее важных, наиболее существенных, бросить в некую дискуссию и начать их обсуждать. И, возможно, когда-то там, когда, если эта идея как-то приживется, возможно, мы выйдем на какие-то понятия, уже не просто термины, а понятия, которые уже будут иметь для нас всех какой-то фиксированный, более-менее точный смысл. Ну, по крайней мере, он будет прояснен. Может быть, будут какие-то разногласия, но, по крайней мере, будут прояснены основные термины. Это, мне кажется, стимулирует, в принципе, дискуссии, сделает их более интересными, более продуктивными. Вот сегодня я хотел просто предложить, например, термин, который мы постоянно используем, который в нашей дискуссии сейчас звучит, это термин «сознание». Мы недавно обсуждали как раз эти проблемы, поэтому было бы интересно именно обсудить сознание не с точки зрения, кто как думает, исходя из того, какие у него есть философские основания, а как вообще можно это, как вообще нужно понимать, что такое сознание. Я понимаю, что мы, конечно, не сможем сразу дать какие-то четкие определения, но, по крайней мере, мы выбросим в дискуссию этот термин и попробуем все-таки дойти до понимания, то есть дойти до понятия того, что такое сознание. Ну, я начну немножко как бы с критики. Есть известное определение, которое в наших обсуждениях ввел Александр Болдачев. «Сознание — это то, что мы теряем, когда теряем сознание». Вот такое лаконичное, в принципе, вполне пригодное для обсуждения термин, но я хотел бы понять, на самом деле, что мы, когда мы слышим такое определение, что мы можем из него извлечь. И вот приходят сразу на ум следующие примеры, через которые будет видно, что я имею в виду. Если бы я, допустим, определял бы мышление... Есть же люди, которые теряют способность мышления, да? Если бы я определял мышление как то, что мы теряем, когда мы теряем мышление, казалось бы, можно было бы так говорить, и это было бы понятно тем людям, которые мышление потеряли, если они могли бы осмыслить это, да? Но тем не менее, как бы я не смог бы определить, что такое мышление. Или другой пример более, как бы, может быть, очевидный. Если бы я говорил о том, что доверие — это то, что я теряю, когда теряю доверие, может быть, конечно, было бы опять же, все когда-нибудь теряли доверие, да, к какому-то человеку или информации. Может быть, всем было бы понятно, что такое доверие, да? Но тем не менее, из самого определения, да, это было бы неясно. То есть само определение только указывает на некий феномен, да, который всем ясен, но не раскрывает его. Оно не является как минимум положительным. Да. Оно отрицательным. Оно не является положительным. И все такие отрицательные определения подразумевают то, что и некая положительная сторона вот этого феномена, там, в данном случае сознание или доверие, оно имеется у нас. И мы понимаем, что это такое. Поэтому, мне кажется, вот это определение, хотя оно более-менее указывает на сам феномен, оно недостаточно, да? Надо как-то все-таки дополнять его какими-то другими определениями. Ну, прежде всего, это не определение. Это была фраза просто для, как бы, понимания дана, а не то, что это определение. И тут хорошо было сказано положительное, отрицательное определение. А можно ли вообще дать позитивное определение сознанию? Вот мы доверию можем руке. Вот я потерял руку, я могу руке дать позитивное определение. А сознанию, вот. Ну и прежде всего, стоит заметить, здесь есть, упоминалось два понятия сознания. Есть сознание, действительно, некоторые употребляют, что чисто так сказал, мимоходом, некоторые употребляют действительно, что вот сознание – это то, что теряет человек при потере сознания. Тем более, что потеря сознания – это не просто, там, утеря монет, утеря чего-то. Это некая феноменальная нам данность какая-то. Мы сразу понимаем, о чем речь идет. Ну и доверие, в то, что я понимаю. Смотря на утеря – это есть определение. То есть, это есть то понятие. То есть, когда я скажу, потерял рубль, это не определяя рубля. Когда я потерял руку или потерял, там, мобильник – это не определение того, что я потерял. Но потеря сознания, вот то, чего я лишился, оно сразу вообще имеет все-таки какую-то феноменологическую определенность. А мне кажется, во всех примерах, которые перечислили, есть одинаковость. Мне кажется, наоборот. Как раз если ты теряешь руку или рубль, здесь гораздо проще прийти к феномену, чем в случае, если ты теряешь сознание. Потому что если ты теряешь сознание, ты теряешь и руку, и рубль, и доверие, и все. То есть, как бы, как ты там отличишься. То есть, именно сама потеря важна в этом определении, в смысле, в этом образе. То есть, это неопределение, в смысле, вот так. Но есть неконичная неточность, потому что под сознанием мы должны понимать не только то, что мы бодруствуем, а во сне – это тоже определенное сознание, элемент сознания. То есть, нам что-то дано во сне, что мы можем вспомнить, проснувшись. И это тоже, поэтому определение вот сна или от потери сознания, оно не совсем точное. То есть, потому что картинка некоторая, некая данность, нам дана и во сне. Поэтому, как бы, это более такой просто, ну, аллегорический прием про сон. А вообще, то, что нам дано, дано нам сознание. Нам ничего не дано вне сознания. И я бы еще тут добавил, как бы, чем плохое это определение, на мой взгляд. Ну, если я вообще рассматриваю это как определение. Тем, что, ну, как бы, все время здесь как-то косвенно, может быть, подразумевается наличие какого-то стороннего наблюдателя. Потому что кто-то должен отличить потерю сознания от небытия. Ну, как бы, вот от мест... Нет, сам человек определяет. Ну, как он потом, когда... Нет, в момент потери он ничего не понимает. Но когда он пробуждается, просыпается, или когда от обморока тоже приходит в сознание, он понимает, что он был без сознания. Да, но он же не может... Понимаете, вот, ну, когда он уже пробудился, он уже, как бы, приобрел все то, что он потерял. Он не может... Вот как работает негативное определение, если оно вообще работает? Ты должен в этот момент не иметь... Вот ты не имеешь руку, да? Вот ты ее потерял. И ты, как бы, понимаешь, что вот, ты, там, двигал что-то, ты, по-всякому, управлялся, да? А сейчас ты это не можешь делать. Там, ты потерял человека, и тут ты видишь вдруг... Да, 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 да. Давайте, когда вообще уберем вот это определение от потери. Потому что это не определение. Это было... Потому что я просто говорил, в данном случае речь шла не о утере химинологической давности, химинологии всей, а не просто, вот, как бы, о утере вещи. Вот здесь потеря сознания, это не потеря вещи. Ну, тем более... Все остальные потери, это потеря вещи. Опять же, так вот, а как, даже вот, если мы в таком абстрактном разговоре остаемся, как мы отличим небытие от потери сознания? Небытие, это тоже потеря всего, понимаете? Вот как мы это отличим? Каждый отличает для себя. Если человек умер, и больше он не пришел в сознание... Ну, временная потеря, тогда вот так вы назовете это, да? Ну, временная, конечно. Действительно, когда мы засыпаем или потеряем сознание, мы это не ощущаем как потерю. Мы это как потерю воспринимаем, когда мы опять возвращаемся в сознание. То есть, вот на контрасте возврата к сознанию, мы определим... Вообще, традиционно, есть две границы, то есть, два разных определения сознания, традиционных таких, как называется, в узком смысле и в широком смысле. В узком смысле это вот фенологическая данность, и на этом настаивает Чалмерс, и все, как говорят, именно используется понятие experience, то есть, как у нас переводится, как опыт. Ну, это неправильный перевод, я считаю. То есть, субъективно... А что другое тут? Восприятие. У слова experience есть два значения, опыт и восприятие. Это восприятие, а не опыт. Опыт — это что-то историческое, я что-то накопил, какой-то опыт труда, трудовой, опыт деятельности какой-то. А когда мы говорим о сознании, мы говорим о восприятии. Вот нам дано что-то, вот experience как восприятие. Поэтому традиционный русский перевод experience как опыта, я считаю, очень неудачным. Вот узкое значение — это вот как experience, то есть, вот что мне дано, вот это и есть сознание. Или это дано мне в сознании, потому что очень сложно, язык нас не приспособлен для определения сознания. Мы не можем... Либо в широком смысле, как вообще некомментальность психологическая. То есть, всю психику иногда называют сознанием. Но это еще хуже определение, чем потери сознания. Когда это не определение было, нужно четко быть, мы говорим о понятиях. Мы не знаем, как... Мы не даем ему определения, но вот есть понятие общая психика человека. Вот мы понимаем, что есть психическая... Но есть же бессознательное, правильно? Вот как бы другое, второе определение, которое я, например, давайте я просто дальше проговорю какие-то слова. Но когда мы говорим о каких-то определениях, когда мы пытаемся какие-то понятия выбрасывать в обсуждение, мы должны как бы понимать, чем это понятие не является. То есть, мы должны границы показывать каждый раз. То есть, мы должны понятие показывать в контексте других понятий. Поэтому сразу возникает, когда мы говорим о сознании, понятие бессознательного. То есть, если мы их сознание пытаемся указать с помощью того, что мы теряем, когда теряем сознание, а что такое бессознательное? Потому что сознание должно как-то соотноситься с бессознательным. Здесь очень много разношерстных терминов. И бессознательное – это понятие психологическое, а не философское. Вот я бы так сказал. А вот я настаиваю, что как раз оно очень даже философское. Оно как раз показывает границы сознания. То есть, у сознания есть границы. У сознания, опять же, нужно говорить о понятиях. О ком понятиях? Говорим мы о психике? Пока мы тогда говорим о понятиях. Или говорим о бастеросе, о сознании. Если мы говорим о феномологической данности, у этого понятия, у этого сознания нет границ. Нельзя психикой называть сознанием. Почему? Ну потому что есть слово «психика». Зачем убаивать зелье? Влад, 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 стоп. Мы сейчас не обсуждаем наши пристрастия. Возвращаясь к началу. Мы обсуждаем существующие, бытующие понятия, которые называют словом сознание. Многие называют словом сознание всю психику. То есть, когда говорят, скажем, человек высшего сознания, или в эзотерике говорят, что подъем сознания, они имеют в виду именно психику, психическое негази. Мы, естественно, все-таки критически отнесемся ко всякого рода таким определениям, потому что нам нужно ухватить, чтобы это определение давало... Да-да-да-да, не определение. То есть, у нас есть ряд понятий, ряд понятий, и к какому из понятий мы будем привязывать термин сознания? Нет, ну просто делать сознание синонимом психики с точки зрения, хотя бы, как минимум филатовского словаря, это как бы, ну, задуваивает сущность. Да, это плохо. Нет, потому что, как бы, с другой стороны, вот, я сказал, бессознательно, а с другой стороны, сознание как-то соотносится с мышлением, да, сознание как-то соотносится с восприятием, сознание как-то соотносится с воображением, с какими-то нашими способностями, да? Можно говорить о том, что сознание как будто бы некая рода способность, да, которая наряду с другими способностями. Почему-то это уничтожение и так далее, восприятие-то все элементы сознания. Ну, как с точки зрения... Ну, один человек, это, обладает сознанием, да, вот, как сейчас только что говорилось, там, какими-то высшими вступят, а другой не обладает, да? Один человек более сознательный, другой менее сознательный. Вы сами так делаете. Настоящий большевик, да. Да, ну это еще другое понятие. Ну вот и хотелось бы понять, другое ли это понятие? Другое. Или все-таки... Когда человек сознательный, делает сознательные поступки, это психологическое понятие, не имеющее отношения к тому, к которому мы хотим определить как сознание. Нет, я вот хотел бы понять, что я считаю, я доверяю языку, да, я хочу увидеть на самом деле во всех этих вот терминах даже нечто общее. Когда мы говорим, что сознательный человек, когда мы говорим сознание в психологическом смысле, как противоположное, бессознательное. Я обязательно говорю, что это не тот же термин, но у нас совершенно общее. Нет, ну тень какой-то мысли-то есть там, понимаете? Если они говорят про человека, который поступает вот так, как про сознательное, это значит, что как бы, ну, что это как-то соотносится с феноменом. Может быть, косвенно. Можно попытаться. Можно попытаться. Причем она действительно на поверхности лежит. Да, но я должен сказать, что он совершил сознательный поступок, это чисто психологическая, этическая характеристика. Ну нет, на самом деле. Нет, я тоже считаю, что нет. Это чисто антологическая характеристика. Просто антология такая, как бы, опущенная на уровне психологии. Да, я тоже так считаю. То есть, мы должны говорить, что Вася, не совершивший сознательный поступок, обладает каким-то другим сознанием, тем Петя, который сознательный, совершает сознательный поступок. Ну, не сознанием. Сознание – это вот и есть сознание. Он другим способом быть я. То есть, нам вот эта разница между поступками для определения сознания не важна. Ну, важно. Потому что, вот что отличает, ну, если уж, как бы, выложить все карты на стол, если Булат, допустим, мне это сделать, то, когда мы говорим о сознании, мы действительно каким-то костным образом имеем в виду, ну, Булат назвал это бессознательным, я бы назвал это просто способом бытия предмета. То есть, есть способ бытия сознающего, который соотнесен с миром, воспринимает его и так далее. А есть, собственно, вот способ бытия вот этого предмета воспринимаемого. Или бессознательного тела. Вот, скажем, человек потерял сознание, да, мы понимаем, что в этот момент он не сознает и сам на себя, как бы, посмотреть не может. Но всегда наблюдатель со стороны, а у нас всегда позиция – это мы сторонние, она присутствует в мышлении, хотим этого или нет. Вот он наблюдает за этим телом, да, и воспринимает, и видит его просто как предмет, да. То есть, он уже, он существует в этот момент, когда потерял сознание. Не тем способом сознания, да, не сознающим способом, а вот таким, как бы, так сказать, физическим просто, просто, просто как вот кусок матери, да, такой, как бы, оформленный, не как субъект, да, а как объект, предмет и так далее. И это можно назвать там бессознательным способом существования, вот, хотя, как бы, можно и просто предметно. И вот только это различие конституирует, мне кажется, вот такое понятие, как сознание. То есть, оно противостоит сознанию, не небытию, а вот другому способу бытия, такому, как бы, вот, безблагодатному способу бытия, вот, вещи. И тогда всплывает... И вот, что касается Васи, как бы, то есть, Вася, он, когда он сознательный, когда он действует, так сказать, поступает, ну, больше как человек, нежели как вещь, да, то есть, если он плывет по течению, про него говорят, что он бессознательный, да, как автомат, как безвольный и так далее. Нет, это... Это психологизм, я думаю. Это психологизм, да, но психологизм вырастает из антологии, мы сейчас это видим, это, как бы, подтверждает наше определение. Вот и все. Ну, то есть, мы не собираемся сейчас обсуждать Васю, там, сознательный вопрос. Вопрос, значит, по поводу потери сознания, тут же сразу поднимается большой флаг зомби. И Чалмс будет утверждать, что мы не сможем определить, смотря на человека, у него есть сознание или нет, является ли он вещью, механически двигающейся, или он обладает сознанием. Без проблем, мы не должны определять, то есть, понимаете, мы не должны определять про данного конкретного человека что-то. У нас есть, мы говорим сейчас про понятия, про смыслы. Есть смысл существования, сознательный, который нам дан феноменологически, как бы, через наш способ существования. Мы его знаем. И есть способ существования вещи, который дан, на самом деле, не столько в другом человеке, который потерял сознание, или как зомби тут сядут, а вот в столе, там, в микрофоне и так далее. Как во всех вещах, которые, может, тоже сознают. Бог их знает, да? Но мы к ним достаточно уверенно относимся к этому. Тогда же мы точно так же друг о друге говорим. Откуда мы знаем, что у соседа есть сознание? Ну, это сложный вопрос, действительно, откуда. Мы не знаем, на самом деле. Поэтому развлечение вещи и... А мы, когда мы определяем понятия, да, когда мы определяем понятия, мы не обязаны, как бы, вот, так сказать, их употребление в жизни как-то тоже определять, понимаете? Поэтому, и встает вопрос, сознание сугубо субъектно, субъективно и сугубо фиксируемо только от первого лица. У нас нет способа фиксировать сознание от третьего лица. Согласен, факт наличия конкретного сознания нет, но фиксировать понятие сознания, чем мы тут и занимаемся, мы можем. Ну, понятие, только исходя из своего опыта. Да нет, ну, понятие, как бы, оно не связано с... Нет, ну, как же не связано? Если человек никогда не видел красный цвет, то есть он никогда и не поймет, ну, и существует этого понятия. Если человек... А красный свет там видит? Красный свет там увидит? Да, конечно. Не обязательно. Ну, вот, вот, как бы я тут недавно фильм смотрел, «Любов Худли», да? Можно не видеть, я не знаю. Посвященный называется, он там сейчас в кинотеатрах идет, и там как раз, как раз, такая тема проводится, что если вы не знаете, что такое красный, да, как бы, в смысле понятия у вас нет, то и красного вы не знаете. Красного нет, да. Но это вот не так, на самом деле, вот он-то и состоит. Почему не так? Это вопрос очень спорный. Почему не так? То есть вы считаете, что для того, чтобы что-то видеть, нужно обязательно знать понятие того, что ты видишь? Нет. Здесь слово «знать» не подходит. То есть обладать понятием. То есть, если, скажем, действительно у человека серое зрение только, да, он может знать, что существует красный цвет, но понятия красного у него нет, и он не видит. Нет, ну, допустим, у него зрение, как у всех у нас, он увидит цвета или нет? Там, на самом деле, как бы, утопия такая, что они... Кстати, есть народы, у которых разное количество цветов, слов в языке обозначают цвета. Вот, и есть, и если есть слово данного цвета, то он его различает. Другой народ эти цвета не разлечит. Он не разлечит, и поэтому это же именно говорит о том, что нет понятия и нет различия. Ну, понимаете, но когда художники различают, там, миллиарды оттенков, и даже, причем, не пользуясь, там, какими-то математическими процедурами, типа, разложения на спектр, а просто вот хорошие художники, они различают, ну, причем, действительно, каждый свой набор вот каких-то вот этих оттенков. У них нет, допустим, слов для этих вещей, но они их различают. В данном случае, все-таки, нужно говорить о не специфических людях, работающих в конкретной области, а вообще статистическом населении. Естественно, что... Нет, по-моему, сказать, наверное, было бы наоборот. То есть, любой нормальный человек, сколько у него слова не было в языке, он все эти цвета, разумеется, различает. Другое дело, что его наши любимые цвета... Он просто их не фиксирует. ...устроено таким образом, что он игнорирует различия между различными цветами. Вот это самая сложная проблема. Когда мы произносим слово «различаем», что это значит? Это мы фиксируем спектр поступающий, мы фиксируем что-то, происходящее в наших колбочках, в трубочках, да? Мы фиксируем состояние нейронов, или мы фиксируем то, что мы различаем в сознании. Вот нашу картинку. В сознании, конечно, в сознании. Нет. Если мы не различили, феноменально, то и нет различий в другом. Нет, просто феноменальные различия есть всегда. Но мы вот например, если мы действительно говорим о двух given,oneом сознании... Если рядом два цвета, он сидит рядом. Нет, если мы говорим о двухгол obрушении сознания, что нам говорят психологи? Психологи говорят, что память это не способность помнить, память это способность забывать, в первую очередь. Точно так же, как сознание, это что такое? Сознание это способность игнорировать какие-то факты. Вот я, например, сижу, при моем взгляде, вот я сейчас сижу, я вижу на самом деле большое количество пыли, которое сыпется мимо меня, вот здесь, я увижу. Но мое сознание устроено таким образом, что оно это дело игнорирует. То есть, я приму хорошую дозу ЛСД, то ко мне эта способность вернется, я буду видеть, как вот видите, пыль между собой. Я по себе знаю, у меня легкий стигматизм, у меня очки на другие, у меня стены кривые, первые 15 минут, потом стены у меня прямые, становится. Нет, но это факты с перевернутым зрением. Да, речь идет о том, что уголовное восприятие. Ну, ребят, а вообще, как бы, о чем мы сейчас говорим, как это соотносится? Это соотносится, дело в том, что в прошлый раз мы обсуждали, что было. Нет, это понятно, но был какой посыл, что якобы мы не поймем друг друга с точки зрения того, что есть сознание, потому что у каждого из нас разный опыт. Но тот ведь опыт, о котором говорим, сознавание, он элементарен. Да, он элементарен, но у каждого общего. Поэтому, как бы, определение, которое мы пытаемся изъявлять, сознание, оно не будет никаким образом субъективным, но не будет. У нас, то есть мы оперируем сейчас, четко выяснилось, вот у нас раз, два, три, четыре, может Игорь еще не говорил, понятия, у нас разные понятия, которые мы называем одним словом сознания. Не, ну у нас с кулатом одинаковые. Не, наверное, не скажу. Если сейчас поставить задачу и начинать вскрывать, то понятия будут разные. А как же тогда, вот смотрите, получается, вот мы занимаемся философией, да, и пытаемся там о чем-то дискутировать, и у нас пять понятий сознания. В общем, тогда зачем вообще этим заниматься? Не получается ли тогда, что каждый философ должен просто сидеть и заниматься своим каким-то частным делом философии? Дело в том, что... И дискуссия в принципе невозможна. Если говорить о философии, то дискуссия всегда очень проблематична. Философия все-таки монологична в большинстве своем, и дискуссия идет иносторонне. То есть Канг дискутировал с Юмом, с Локом, то есть не напрямую, а просто абонировал текстом так, как он попомнил этот текст. И действительно, то есть если заниматься философией, то нужно зайти по комнатам и писать. А вот чтобы вот понимать читающие, вот это уже вопрос. Ну вот смотрите, как бы, я-то отдержусь другого мнения, да, я считаю, поскольку люди могут в совместной деятельности договариваться о чем-то, и двигаться к единой цели, да, поскольку вообще существует язык. Можно сказать, можно от языка еще так же аргументировать, поскольку мы можем на самом деле прийти к какому-то мнению. Да, но в общем, договориться о чем-то. Ну можно договориться, но по крайней мере... Но это и означает, что если есть феномен сознания, да, то он должен быть как-то выявлен, да, и не так, что каждый считает там что-то свое, а должен как-то под... Мы должны согласиться, что вот есть какой-то феномен, да, вот у него есть какие-то симптомы, там, да, определение. У нас надо понять, что мы вот об этом предмете, каждый подсматривает разное. Почему? Ну вот когда мы вот видим этот стол, у нас же мы же не подразумеваем, что каждый разное. Почему-то мы как бы сойдемся, наверное. Потому что стол это очень простое понятие. Так и этим, и сознание тоже казалось простое сознание. Это то, что противопостояние, то есть просто существование, отличаясь существование того же самого стола. Ну да, вот мы с Игорем совпадаем. Вот, а я, например, считаю, нет, я, скажем так, не я считаю, я вижу возможность говорить о сознании стола. Как это? А зачем? Нет, это даже не как это. Нет, зачем это, можно пояснить. У нас есть большой объяснительный разрыв между сознанием и физическим, там можно долго-долго разговаривать. Он, один из способов, это не мной придумано, один из способов устранения этого разрыва, часто обвиняемый по психизме, что наделением сознанием и всего физического, ну скажем так, вот, я сейчас смотрю и различаю вас, и различаю понятия, о которых мы говорим, и этот стол, это мой мир, в котором я существую. И я реагирую, все мое поведение можно как-то скоррелировать с тем, что я различил в моем сознании. Вот. Я беру электрон, электрон различает электромагнитные поля и функционирует, его поведение скоррелировано вот с тем, что он различил вокруг него. Вокруг него есть еще куча другого, кроме электромагнитных полей. Давайте сразу разницу заметим, да? Когда вы различаете, вы намеренно различаете. Нет, 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 Булат. Вот, это еще один вопрос. Нет, стоп, стоп, стоп. А когда электрон различает, то партнер своего существования различает? Нет. Так я просто вопрос. Пассивно, нет. Нет, это боюсь. Вы можете, смотрите, вы можете намеренно различить или не различить. Нет, есть разница между активным и пассивным. Я могу находиться тоже в пассивном состоянии, в прострации и просто медитировать или созерцать, совершенно пассивно созерцать. И мы не назовем это сознанием. Почему? Нет, ну, смотрите, что странное происходит в вашем повороте, да? Что странное там. То, что, собственно, сознанием было, вот соотнесенность с предметом, да, с субъектом с предметом, вот это вот восприятие. Вы дальше погружаете это в какую-то внешнюю среду, там, действия, да, то есть я вот различаю, поэтому я начинаю действовать. Какое вообще значение имеет это? Мы только про вот это восприятие говорили. И точно так же вы приписываете это электрону, который претерпевает там все эти электромагнитные поля и движется. Ведь только об этом речь. И нас не роднит с электроном то, что мы как-то действуем, ну, как бы, ну, почему? Нас роднит в этом как вечность. Вечность. И он претерпевает, потому что вещь, как бы, способ у тебя вещь, это претерпевать. Способ бытия сознания это воспринимать. Это он так воспринимает. Воспринимать не в том плане, что, допустим, я ударил по столу него вмятина, да, он воспринял. Да он изменился. Электрон воспринимает другой. Речь идет о столу. Стол у нас воспринимает. Стол тоже воспринимает нас хоть каким способом. Им способом, что он вообще-то совсем не знает. Самое важное другое Важно, что Александр произвел редукцию Сознания к различению А, к различению? Да Это значит потерять очередной раз Феномен сознания В другом феномене Тренировать его нельзя Ведь когда мы говорим про то, что сознание Это способ бытия, мы говорим, что сознание Это не есть восприятие Это не есть частный момент восприятия Различение Сознание это условие возможности восприятия В том числе и развлечения Чтобы восприятие было Состоялось, должно быть сознание Как условие возможности, как структура некого бытия В которой как бы предмет Мы совершенно расходимся в самом понятии И это не в смысле Мы конкретно расходимся А это существующая философия В современной и не только в современной Представление Вот одно Здесь я промолчал Там уже говорилось Про самосознание Есть такие люди Философы Которые говорят о сознании Только как о самосознании То есть когда Булат говорит Вот именно Булат Я не про самосознание Нет, нет, нет Это еще отдельно Нет, нет, нет Если исключить Медитативную практику Или созерцательность И не называть это сознанием Тогда получается Что сознание Только когда есть самосознание И когда есть некая активность Вот это же разные понятия Нет, вы все время пытаетесь Как бы привести к какой-то реальности Вот если исключить практику Да я не приношу какую реальность Я называю Называю Перечисляю Существующие ныне Философии Понятия Которые называют Сознанием Это не мое Хорошо, хорошо Я вообще сейчас не Но мы все-таки Булат Но тем не менее Что он хотел Зачем У нас сегодня Не доклад Тем не менее Диван Он несознательный Стол несознательный Электрон несознательный Но не является там Нет у них такое Такое свойство Как сознание Электронное Смотря что Несмотря что Называть Понять Словом сознание Ну Если сознание Назвать любое развлечение То Но это не так Это потеря Я например говорю Дважды два равно четыре Что дважды два равно пять Это неправильно Вы мне на это Что говорите Давайте наставим Четыре пять А это не правда Что такое четверка Что такое пятерка Есть Скажем Если исходить Из такого Психического Понимания Сознания Что это Способность Можно сказать Способность вещи Разрешать И иметь свой мир То есть если Вечь не имеет свой мир Она и не существует Она должна Существовать В каком то мере И каждая вещь Ну вот это не так Что значит Это не так Ну потому что Это так Потому что Сознание Человека Потому что Вот в ее мире Вот эта вещь Которая не может Существовать Если у нее нет Своего мира Но в ее мире Есть вещи Как существуют Они Спрашивается Они-то существуют Как Для нее Понятия Мы же говорим О понятии Что есть там Стоп, стоп. Мы говорим о понятии, я говорю сейчас о понятии, не называя его словом сознания. Вот есть такое понятие. Вообще можно, вот как мы несколько месяцев назад, когда говорили о эволюции мышления, вот первое понятие, второе, третье, четвертое понятие, каким словом называть, там разум, рассудок, самосознание, это уже другое. Но есть такое понятие, скажем, у которого нет названия в современной философии. Чем электрон с нами одинаков? Тем, что у электрона есть некий мир, в котором он что-то различает согласно своему бытию. Вот у него электронная такая, у него, скажем, есть гравитационная частица. Вот гравитационная частица, у нее вот свое гравитационное бытие, да, и она различает гравитационные массы. И движется в своем мире гравитационном согласно этому различию. Она различает большую массу от маленькой и движется в сторону большой. Электрон имеет некое различие положительно-отрицательного заряда электромагнитных полей. Он может двигаться туда-сюда. Он себя не различает. Он различает только внешне. На некотором этапе вот это усложнение, химическая молекула, у нее свой мир. Она различает кислую среду, щелочную среду, она различает катализатор какой-то, вступает в отношения. То есть у нее тоже некая способность различать. На некотором этапе, при усложнении этих различающих систем, система начинает сама себя различать в окружающем мире. То есть некоторые животные-животные начинают действовать, различая себя как элемент. Я не называю это сознанием. Я называю вот это такое понятие, которое некоторые называют сознанием. Хорошо. Это некая единая линия. Хорошо, смотри. Я сажусь, можно я? Ну нельзя же так, наверное, сравнивать. Вы модели электромагнитных полей, электронные поля. Это ваши модели, причем сознание? Вот давайте так. Я за компьютером сажусь и пишу маленькую программку, на которую на вход будут поддаваться натуральные числа, и которые будут отличать четные от нечетных. Вот она будет различать. В этих числах очень легко. Что делать очень легко. Это сознание в том понимании, в котором... В том понимании... Где субъект этого сознания? Что это? Программа. Что это за программа? Вот это сущность, которая различает. Это программа. То есть и в этом же смысле, экстраполируя дальше, когда люди говорят об искусственном интеллекте, они понимают, что вот эта программа может настолько усложниться, что различать не только положительные, отрицательные, там четные, нечетные, а может различать мысли. Хорошо. А в этой ситуации, вот это культуральное число, которое она... Культуральное число, которое она... Почему он отличает? То есть, ну, во-первых, у него есть гравитационные какие-то... Что это гравитационные... И от этого не значит, что он различает. Опять-таки... Хорошо, 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 хорошо. Не различает... Давайте, давайте, давайте вопрос тогда так поставим. Не занимаясь на... Вот наш мир, вот он вокруг, там, столы, стулья и так далее. Все они различают гравитационные поля. Вот с ними все плохо. Они все как бы живут в своем мире. Хорошо. Моя мысль. Моя мысль. Вот такой объект, как моя мысль. Что она различает, какой у нее способ бытия, моя мысль. А это как бы часть моего мира, да? Или образ какой-то, который я себе представляю в воображении, или... Мысль. Вот как она сочетает? Объекты... И что она различает? Вот. Какой у нее способ бытия? Это вопрос... Нужно вернуться чуть попозже к нему, когда мы о мышлении можем поговорить пока. Но у нее есть... Она использует человека, использует его сознание для своего бытия. Поэтому таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял, поэтому она потом приснилась Менделеев. Так что ли? Понимаете? Но и стол использует точно так же сознание для своего бытия. Нет. Речь идет о том, что вот если в моем мире есть разные вещи, и я им придаю разный статус бытия, я могу ошибаться. Да? Я могу ошибаться. Но сами как бы концепции вот этого разного статуса, то есть бытие как вещь, бытие как идея, бытие как сознание, да? Я их не беру из опыта. Вот. Ну или даже если я их беру из опыта, они как бы... Их, ну как бы, содержательность, она никак не связана с тем, сознает этот конкретно стол. Конечно, нет. Конечно. Аналогично, как я сейчас разговариваю с вами, и... Может, и так это... Поэтому, 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 я хочу сказать, что очень важно, что мы, как бы, когда определяем сознание, мы одновременно, я говорю, определяем и бытие несознающее. Мы можем потом, потом, постфактум, как вы хотите, сделать весь мир панпсихичным, пожалуйста. А у вас может быть все и несознание? Нет, но мы это можем сделать только потому, что... О, этики, ребят. Только потому, что мы предварительно различили эти вещи. Мы уже различили сознание и как бы вот это неосознание. Мы не рассочили. Нет. Мы различили в идее. В идее. Не в конкретном мире провели границу, а в идее. Понимаете, как мы различили, четные и нечетные. Нам еще не дали ни одного числа. Понимаете? А мы уже понимаем, что такое четные и нечетные. Потом нам будут давать. Но у нас уже есть критерий какой-то. Дело не в том, что мы сможем отличить конкретный вот этот стол. Вот он вещь или он сознающая. А у нас в принципе есть понятие о том, что такое там, не знаю, быть, что такое не быть. Что такое сознание, что такое... Я вообще как уже перестал понимать. Вот вы представляете, что такое сознание. Да. Вот что-то... И по вашему понятию стол не обладаете. Ну и все. Ну и нормально. Ну и какая проблема? Нет, просто... Я говорю только о том, что... Мампсихизм работает на основании уже приведенного различия. Он сначала получает понятие психического или сознания, а потом приписывают ему всевозможного веща. В данном случае, мампсихизм здесь не очень правильное понятие. То есть это как бы ярлычок навешиваемый на эту концепцию. А здесь о психике никакой еще не идет. Это как бы, что способ бытия любой вещи заключается в том, в различии, в существовании в том мире, в котором она различила. И мы существуем в таком мире, в котором мы различили. Коллеги, а мне кажется, что разговор пошел не в ту сторону, по одной причине. Мне кажется, изначальная посылка разговора, да, найти некоторое общее понимание. И попытаться это общее понимание потом развить, несколько усложнить. И тем самым как-то продвинуться в некотором общем действии. Вместо этого разговор происходит следующим образом. Что вот это высказывает некоторое понимание сознания, а другой говорит, нет, я категорически не против. Давайте не искать то, что разделяет нас. Давайте попробуем найти то, с чем мы согласны. Ну вот, к примеру, почти произвольно, да, Антон говорил, что есть некоторое такое предварительное понимание сознания, что это опосредование. Что я отношусь к чему-то, я знаю нечто, и в то же время я отношусь к этому самому нечто. С этим, с тем, что сознание, вот в самом общем виде, это опосредование. Соотнесенность, да. Соотнесенность, да, это опосредование. С этим мы можем все согласиться? Пока без дальнейших уточнений. Ну вот, наверное, мы знаем. Вроде когда. Может только вот Александр. Это к Александру основной вопрос, потому что... Есть, вот я просто думаю, что есть ли в этом элемент некого самосознания? Нет. Просто соотнесенность. Пока еще нет. Не соотнесенность с самим собой, а просто пока соотнесенность. Да, ну, чем, давай, я бы тогда сказал не соотнесенность, а просто данность. Вот, я бы сказал, дано и дано. Вот, чем отличается соотнесенность? Нет, нет, а вот тут, вот это уже важно, потому что здесь мне не просто дано. Смотрите, я думаю, что как раз тут вот чуть-чуть разъяснив, что такое опосредование, можно понять, почему электрон или стол не обладает сознанием в этом смысле, то есть не обладает опосредованием. То есть аргумент ваш строится ведь на чем, да, что отношение это вот некоторое взаимодействие предмета, пусть грубого предмета, как стол или такого, как электрон, с окружающим миром. Спору нет, это взаимодействие есть, но сознание же является не просто взаимодействием, а является опосредованием. То есть мы не просто обнаруживаем это взаимодействие, что может быть и стол умеет, может быть, но мы еще и относимся к этому, мы еще и относимся к тому, что мы обнаружили. А вот уже этого ни стол, ни электрон не делал. Да, да, да. То есть это все равно, речь идет именно о, ну, во-первых, не о взаимодействии идет речь, не о взаимодействии, а о неком мире, в котором возможно это взаимодействие, возможен опыт. То есть суть не идет, что электрон взаимодействует с другим электроном, а что у него есть, он таков, что он может разрешить положительное от отрицательного. И речь идет не о мире как таковом, то есть я не говорю о физическом мире, как я не говорю о мире, реальном, который будет в нашей комнате, я говорю о том мире, который дан этому объекту. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Конечно. Вот, и вопрос, да, то есть действительно, вот сопоставляя две этих концепции, здесь речь идет о границах. То есть называть ли сознанием именно опосредованное, когда я опосредую, что это я, то есть я, еще вторично есть рефлексия по поводу, я различил, и еще я различил. Нет, не обязательно. Это уже будет самосознание. Да, это уже будет самосознание. Нет. А можно сделать это отношение двойным еще до самосознания. Так, когда я знаю Антона и отношусь к этому знанию Антона. Что Антон другой, Антон это не я. Вот, здесь не необходимо понятие я, здесь не необходимо понятие такого субъекта, которого можно получить действительно только в самосознании, чтобы выстроить уже, так сказать, полное отношение между я и некоторым другим. Нет, в более простом, вот просто вижу Антона и отношусь к этому Антону. Например, он меня раздражает. Что такое отношение? А, ну это психологизм. Нет, это не психологизм. Это уже второй объект. Это просто второй объект. Как это происходит? Я вижу Антона и одновременно мне дана некоторая форма восприятия, что я вижу Антона. Вот более точное. Более точное мнение. Нет. Я вижу, в данном случае, я вижу два объекта. То есть я знаю, что это встал деревянный, одновременно мне должна форма знания как таковая. Так или да? Нет. Если это она априорная, эта форма знания, и без этой априорной формы знания мы не видим встала. Не в том дело, что она априорная. Здесь разговор об этом даже не идет. Априорная она, апостариорная, какая-то любовь. Но в любом случае, парадокс состоит в том, что для нас, по крайней мере, для нас людей, в отличие от электронов, для нас всегда восприятие любого предмета дано с неким представлением о форме этого восприятия. Вот и вопрос имеется в виду два объекта. Да, да? Нет, и не два объекта. Два философа потом скажут, что эта двойственность восприятия, она проявляется в том, что любое являющее мне восприятие сущее, оно дано не только как некая чтойность, не только как Антон, что он двойный, но еще в том смысле, что Антон существует. То есть еще есть и бытие этого предмета. И это и выражается в том, что любое знание дано не только как предмет, который я знаю, но и качестве представителя Антона. Восприятие предмета, просто Антон настолько сложный предмет, что нам приходится говорить о знании. Если он был попроще, то нам бы говорили о восприятии. Тут есть пример, например, что? Да, более простой предмет. На его достаточно видеть и при этом отдавать себе отчет. Так вот отдавать самовидение, оно уже не самодостаточное, еще нужен отчет какой-то? Ну вот само извлечение чего-то, то есть скажем, я иду, разговариваю с кем-то, мое мышление полностью занято философской проблемой, но я помимо этого еще развлечаю эту пайму, она мне дана в сознании. Но я никаких отчетов, ничего не даю, я просто вот, у меня что-то, я могу, конечно, сосредоточить. Можно даже вот так сказать, на самом деле, можно было бы определить сознание как бы, да, условно наделив им все, да, и все было бы вот такое, ну, панксихично, это не очень удачное слово, но мы понимаем, о чем сейчас мы говорим. Но, в этом случае, мы бы как бы, мы бы, ну, когда мы все определили таким образом, мы различия-то никакого не установили, а мы хотим установить различия. Мы как бы вот сознание отличаем, мы вот такое как бы обосредованное. Здесь проблема именно, куда приткнуть это слово, сознание. То есть, ну, мы хотим дать такое обвинение, чтобы оно как бы нас подвинуло на пути мысли, чтобы мы что-то различили. Вот, совершенно верно. Поэтому я и говорю, что дело не в том, что мы относимся к чему-то или мы различаем что-то, а дело в том, что мы еще относимся к тому, что мы различаем. Вот это вот относимся к тому, что различаем и составляет специфику сознания. Тогда вопрос, как бы, ребром ставим. У нас есть животное. Скажем, высокоорганизованный там шипанзе не берем, берем, ну, тут же лягушку даже, да? Вот. И тогда ставится вопрос, есть ли у нее сознание? Мы ответим зачем? А мы не можем ответить. А как мы ответим? Нет. Это философский вопрос. Не то, что мы, как бы, это не тот вопрос, который есть у друг друга. То есть у нас есть такое представление, что вот то, что сказал Игорь, вот есть само различие и отношение к этому различию, это есть сознание. У лягушки есть различие. Разве безусловно? Есть. С философской точки зрения, как мы назовем это? То есть получается, что у нас в философии, и если мы, то есть я к этому случаю говорю, что правильно, я говорю, если мы ограничили сознание вот так, то есть другие объекты, у которых есть только различие, но нет ни мышления, нет никакого отношения к этому. Я не согласен, но у животных есть мышление, у них нет сознания, но мышление есть у них. Там-то и сусульти состоит. Ну хорошо, мы задерживаемся пока, что на сознании нет. Сознания нет, потому что Александру сейчас было неважно это развлечение, но если для тебя это важно, мы готовы его к нему. Ну вот, например, простой опыт, да, мышка бегает как бы в трубу, и кошка бежит с другой стороны трубы ее ловить. Как бы это не понимать, это мышление. То есть кошка мыслит на самом деле, она понимает, что мышке деваться некуда, и она выбежит с другой стороны. Ну ладно, ну это отдельный вопрос. То есть сейчас вы не можете затрагивать что-то помышление. Нет, просто я к тому говорю, что на самом деле, когда мы говорим о способностях, да, сознание как раз неспособность. У вас она получается, что это некая способность, которая обладает столы, электроны. Нет, нет никакой способности. Никакой способности. Если по поводу столов и электронов... Так дело в том, что столы кроме как бы своих свойств ничем не обладают. А если это неспособность стола, не свойство стола, значит у стола нету сознания. Понимаете, стол не обладает ничего, кроме своих свойствами. Так и всем не обладают. Нет, я бы сказал... Нет, нет, именно не так. Можно было бы так еще сказать, что вот это опосредование, да, вот им как бы невозможно наделить. Это не свойство. Что-то различает что-то, да, там, стул различает, там, гравитацию, там, электроны различают, как не поля. Вот программа, которую я написал, различают четные и нечетные числа. Но вот наделить ее при этом, при написании, вот именно отношением к этому различию, что... Это такие вещи, когда эволюционные или там творение, давайте рассматриваем как существующего. То есть это отдельная проблема. Почему эволюционные? Почему эволюционные? Ну, мы как раз говорили... Ну, мы же явление как таковое рассматриваем. Это, поскольку... То есть мысль моя такая, что поскольку это как бы определенный способ бытия, вот, то бытием-то невозможно наделить, да. То есть оно либо есть, либо нет. Можно наделить каким-то свойствием, можно чтойность как-то видоизменить, и так далее. А вот... Тогда, вот, давайте назначим, у нас есть... Так, я еще плюс-трягушку. Нет, а можно как бы... Вот лягушек, лягушек, давайте в душе вернемся. Значит, у нас есть... А сейчас можно маленькое замечание сделать, что продолжу мысль, Антон. Антон, дело в том, что когда вы говорите столу, то ведь никакого стола-то, если так вот вообразить, как реальность, нету. Есть некая, как бы, плотность, да, какая-то там, да? И она на самом деле не имеет никакой существенности. То же самое можно сказать любому человеку. Нет, вот это и не так. Почему? Ну, потому что организм... Нет, организм изначально отделен от среды. Вот, в отличие от столов. А столы нет. Стол является неким уродом... Ну, это не другая проблема? Нет, нет, это не другая проблема. Это, как раз, та самая проблема, почему стол не обладает сознанием, да? Потому что субъектный столу придаем мы. Естественно, в том смысле, в котором вы используете термин сознание, он не обладает. Конечно, кто же сказал, что мы обладаем? И в другом не обладает, потому что столов нет. Нет никаких столов. Да нет, не о сознании речи. И даже электронов никаких нет, да? Нет, не о сознании речь. Речь о понятиях. Вот есть некое понятие, вот скажем, есть объект, который что-то различает вне себя, да, и действует согласно этому различию. Морд не действует, но просто различает, да? А объект, а как он стал объектом? Ну, это вот важно. Это важно. Здесь не разложение. Нет, 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 он не объект, человек делает его объект. В чем нюанс? Вот как бы вот в игре активного, пассивного. Ведь очень легко сказать, что как бы стол различает, и здесь в этом, ну, в этой фразе уже содержится некая активность, да? Что вот стол различает, что он является источником возникшего различия. А есть ведь как бы и пассивное восприятие, да, ударили по молотком. Он различает? Ну, непонятно. Он скорее воспринимает, там, скорее как бы, воспринимает не в смысле восприятия, да, а в смысле претерпевания, понимаете? Я воспринял удар. Так я другое говорю, что стол, чтобы стол мог различать, как вы говорите, сначала он сам должен быть различен. Не обязательно. Ну вот, вот он-то и состоит, моя мысль, которую хочу я донести, что бытие столу, и вообще субъектность некую, даже предаем мы. То есть сознание может сделать вот эту амортовую массу здесь столом. И тогда на него перейдет часть сознания, которую я ему предал. Хорошо, тогда перейдем к эволюционному аргументу и, допустим, отнесемся на, там, миллиарды лет назад, ну, миллионы, да, ну, можно миллиарды, там, первые клетки, 4 миллиарда, вот. И это все функционировало, как-то было и без нас. Или мы должны отключить полностью... Стола не было. Стола не было. Нет, это не просто стола, но камень был там, неважно. Еще раз говорю, организм это уже начало суверенности, но не столы. Столов не было, организмы были. Опять же, что назвать? Вот в луже плавало что-то до первой клетки, и где вот эта граница? Ну, это же другой вопрос. Вы просто один вопрос, это редактировали с другому вопросу. А мы его не обсуждаем, этот вопрос. Мы обсуждаем, что есть организм. Еще раз янеза, что изобретение электротертилизаторов всегда покончило с объективным идеализмом. Да, да, да. Так вот, давайте, у нас есть, если говорить действительно просто о понятиях, есть понятие, вот, просто первичной некой развлеченности, да, электрон, камень, что-то развлечают, да. Есть понятие развлеченности более-менее активной, которая побуждает каким-то действием. То есть, не пассивно, то есть, лягушка, она развлечив движущуюся точку, стреляет языком, ловит комара, да. Есть развлечение, которое само еще себя как-то фиксирует. То есть, вот, и это понятно, что это эволюционно, вот, три разных понятия. И, в принципе, я вполне согласен, что наслечает, вот это сознание называть, а это не называть. Но тогда мы должны иметь еще два слова, два слова. То есть, есть вариант такой, что мы говорим, делаем широкий термин, и это в смысле в первичном, вторичном, третичном, там, вот. Либо, наоборот, мы придумываем три разных термина. Я вообще не согласен к различию сознания. Я не согласен с Александром в том, что если бы был просто стол и сознание, было бы просто. Вот, то есть, не нужно было бы второе слово. Достаточно было бы слово сознание, ну, и не сознание, и бессознательное. Но если есть животные, вот, они действительно проблематизируют немножко ситуацию, потому что они, как бы, с одной стороны, уже не вещи, да, с другой стороны, еще не сознание, вот как мы это понимаем. На аналогической точке зрения никак не проблематизируют, мы опыта животных не знаем. Ну, ты скажешь, что они вещи с точки зрения... Они не вещи, в том числе. Дело аналогических. Мы должны как-то обсуждать. Вот, допустим, философия должна обсуждать... Обсуждать только то, что дано нам в опыте, а того, что нам в опыте не дано, мы должны обсуждать необычу. Там вообще антология должна выключиться, а она сведется к феноменологии. Да нет, на самом деле не сведется. К субъективной тем более. Нет, но как бы у Хайдеггера так и получилось, кстати, все антологии, все у вас феноменологии. В каком-то смысле мы можем обсуждать только то, что нам дано в опыте. Имеет ли животное сознание или нет? Ну, дело в том, что тогда мы... Нет, мы уже согласились, что они не имеют, но мы их способ бытия отличаем от способа бытия вещей. Да, отличаем. И хочется как бы дать этому какое-то название. Как обсуждать? Только при чем сознание, вот я не пойму. Да, потому что это ряд, это некий ряд способов бытия. Еще раз, правильно, но сознание здесь не при чем просто. Вот и все, конечно. Это как бы один разговор о том, какие есть способы бытия, другой разговор о том, что такое сознание. Здесь еще очень существенный вопрос. Что мы в конечном итоге хотим обсудить, что получить? То есть есть, скажем, если Чалмерса и аналитическую философию волнует именно сама данность, эксперименса. Вот именно данность картинки. Вот. Именно данность картинки. Зачем нам дана эта картинка? Если можно все протекать в темноте, может все протекать, все процессы в темноте. Вот на этом уровне, на этом картинке, он, если мы хотим эту проблему решать, тогда сознание это просто данность, развлечение. Так вот, фактически, ответ-то здесь и есть. Если все протекает в темноте, это значит, что мы действуем как автомат. Мы получаем данные, как бы реализуем, мы претерпеваем. А здесь все происходит, но мы еще и относимся. Картинка это способ соотнестись. Да, а при этом, надо понимать, что у жабы, когда она глотает комара, у нее нет предметной данности. Да, у нее как раз все в темноте и происходит. Нет, предметная данность может быть и есть. По крайней мере, как это обозначать. Но для нее точно нет представления, понимаете? То есть, для нее нет разницы между комаром и представлением комара. А для меня есть разница между представлением Антона и Антоном. Вот и все. Вот в этом и выражается, как нет. Ну, неправда. Ну, ладно, давайте про стол, по крайней мере. Нету разницы. Вот это очень интересная штука, когда начинают философы разночать представление и вещь. Я спрашиваю, а как вы их сравниваете? Где они? Вот где я могу видеть? То есть, вы когда говорите, вы стоп, стоп, вы говорите. Я ударяю по столу, да? Мы их не сравниваем. Это мое представление. И никаким другим путем, как... Подождите, для жабы нету комара, как предмет. Вы что? Почему нет? Потому что на ее отношении настолько непосредственно. Для нее, как для механизма. Как для сливного бачка в унитазе. Нажал на кнопочку, вода потекла. Но для сливного бачка в унитазе нету. Жабы тебе такого не простят. Давай не будем, ты можешь сейчас их обидеть. Но тем не менее, для жабы кажется так, что они даже движущие изображения не видят. Поэтому для них вообще нет предметов как такового. Есть некая непосредственно эта штука. У меня натянута струна, допустим, у лука. Я взял пальчики, отпустил, она полетела. Здесь нет ни стрелы, ни струны, ничего нету. А есть некая непосредственность действия. Вот автомат. Вот такая вот вещь. Для инфузории тут только нет горячей воды. Вода немножко остыла, она попала там, где теплее. Для нее нет горячей. Для нее нет понятия, для нее нет предметности этой воды. Нету. Есть вот такая штука. Для человека, его трагедия, его срактуре. Что для него все, даже Антон, даны в предметной форме. Никуда я не денусь. Антон дал мне никак непосредственный субъект. Никак не тем способом, что я непосредственно к нему действую. А дам мне предметной форме. Стол дам мне предметной форме. То есть опосредованная форма. Оформленная форма дам предметной форме. Это означает, что мое отношение к предмету опосредованной некой формой предметности. Вот и это и есть наше сознательное отношение к миру. Мое отношение к любому предмету, который есть, опосредованно к миру. Игорь иначе говорит в ваших терминах, что недостаточно только одного восприятия, чтобы говорить о сознании. Он говорит, недостаточно. Да, я говорю, что вот именно нужно поставить проблемы. То есть, если как проблема ставится в аналитической философии сознания, то достаточно просто восприятия. Там только восприятие идет речь. Ну понятно, они говорят, зачем картинка? Они как бы спрашивают о том же самом. Точнее, как бы они... Да, почему есть нечто, а не ничто. А если обсуждать, скажем, проблемы этические, тогда можно обсуждать и о сознательном басе. Да, для жабы и комара нет этой проблемы, почему есть нечто, а не ничто. Нету. Она возможна тогда, когда мое отношение к миру последует на форму времени. Потому что для нее понятие есть. Тогда проблема... Как мы должны о ней говорить? Понимаешь, Игорь, тут надо понять боль Челмерса и компании. Они же из чего их предположили для начала? Что сознание – это просто функция нейрона. Дальше они обратились к физиологии. Физиологи им сообщили, что, конечно, мы даже физиологически более сложно устроены, чем лягушки. Но не принципиально сложные. Наши органы восприятия плюс-минус одного порядка. После этого Челмерс говорит, боже мой, а на каком же основании отличить меня от лягушки? И не находит этого основания. Это трагедия, понимаете? Человек серьезно занимается этим вопросом. Но я предлагаю, как бы, эту чужую боль на себя не брать. У нас своих хватает. Ну, правда. Я не стою на той исходной позиции, с которой у Челмерса, как бы, этот вопрос возник. Мы, может быть, как-то сможем протянуть, как бы, ниточку соотнестись с его позицией. Может быть. Но пока просто не видим способа. Что совершенно точно, вот я готов совсем поддержать Александра, что если мы хотим думать, вот как бы, в систематическом плане, так как вот изначально задал Булат, да, что понимать, каким образом складываются эти категории в нечто ясное. Тогда действительно, тогда нам нужно поставить себе зарубку, что надо будет каким-то образом сформулировать. В чем есть вот животное, которое просто воспринимает, но при этом явно не обладает сознанием. Мы же понимаем, что оно отличается от стола, от электрона. Но в нашем языке, финансовском, еще нет слова для обозначения вот этого состояния животного. Нет, совершенно, как бы, надо дело выработать. Дожили до 21 века. Нет, ну, кстати, сказать, нет, почему. Но есть замечательный трактат о душе в Истоке, который эти вопросы... Да, там все есть. Есть у Гегеля, я очень удивился, кстати, у Гегеля такой есть странный перевертый, что, например, по-моему, это в энциклопедии философских ног у него происходит, когда он развивает такую идею, что вот эта вот животная душа, которая у лягушки, у пенгурухи и прочих, он говорит следующее, что это уже субъект, но еще не сознание. Вот для него, вот, как бы, такое происходит различение. Вот стол, он не субъект вообще никак. А животное, оно уже субъект, но еще не сознание. Ну, вот это я совсем по-черне, что называется. Ну, типа, если есть действие, деятельность такая, то животное есть действие. Значит, есть субъект? Не, 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 ну, я не помню основания, которые это видят, производят, но в виде... Можно было понять, что она является источником действия, то есть в каком-то смысле, ну, часть, частично причиной происходящего. То есть электрон, допустим, он претерпевает, он не является причиной происходящего. Ну, вот в той антологии, о которой мы говорим, да, вот. А вот мышка, да, она не понимает, что происходит, но она является причиной. Вот так можно было бы понять. Профессор тоже не так сложный, не так просто. Если это гравитационная частица, в одном и том же воздействии она не будет реагировать. То есть, все-таки, причина того, что он ведет именно так, заключена в нем. Потому что ты возьмешь гравитационную частицу, она по-другому будет реагировать. А вам не кажется, что выделение частицы, как бы, из мира, это уже некая предварительная операция? Нету никакой частицы отдельно от мира, в котором она существует? Нету, конечно, было. И поэтому наделение субъектности есть. То есть, точно так же, и человека нет отдельно. Нет, субъект есть, и он не состоит вам. Но здесь же у Гигеля мысль, как у Канта, получается, и как у тебя, что животные, животные сами выделяют себя. Вот помимо нашего, как бы, выделения из мира, они сами себя выделяют из мира. Они же выделяют из мира, мы... Мы наблюдаем за миром, и мы не можем, как бы, не выделить их, потому что они сами себя постоянно выделяют. Да, или нет. А электроны выделяем мы, сами они себя не выделяют. Они просто встроены, как бы, в мир. Так и мы встроены. Нет, а мы отделяем себя от мира, в том-то и состоит суть. И точно так же, как же и животные, как первая клетка, все... Мы противопоставили себе миру. Да почему? Все противопоставлено. Нет, не все противопоставлено, все остальное встроено. Опять же, мы встроены. Мы и потому... Булат, понимаешь, мы же при этом как-то понимаем, что одно дело быть камнем, встроенным в мир, другое дело быть лягушкой, встроенным в мир, другое дело быть человеком, встроенным в мир. Я имею в виду, понимаете, встроенность в мир, когда мы это говорим, имеется в виду, что мы можем сказать, что организм, он сам по себе выделен, как бы помещен в мир, но про электрон мы так сказать не можем. Он не просто встроен в мир, а его просто мир как бы состоит из электронов изначально, нет никакого электрона выделенного, он не субъект, а организм субъект, он как бы встроен в том смысле, что действительно есть такое отличительное нечто, которое в мир внесено. А тут было, есть очень важное слово, которое произнесено было несколько раз, и без которого нельзя уяснить все-таки, что мы говорим о сознании, мир. О каком мире мы говорим? Что для меня гипотетический, физический мир, который я подразумеваю, или мир, который мне дан в сознании? Да дело не в этом, если мы животных обсуждаем, так уж и про мир мы заранее знаем. Если мы уж понимаем, что такое животное... Нет, мы не знаем. Вот у животного другой мир, он существует в другом мире, чем мы. И камень существует в другом мире, чем мы. Что называть миром? Называть миром... Как это в другом мире? Мир-то один, наверное? Нет. Ну вот, опять же, можно сказать... В смысле была-то, не о животном, не о камне, как о мире говорить нельзя. Можно говорить об окружении. Но один мир, почему? Да, что камень живет в другом окружении. В другом окружении. А понятие мира – это нечто другое, потому что ни для камня, ни для животного мира, как некая всепоглощающая тотальность, разумеется, нет. Это человеческое слишком человеческое. Нет, опять же, вот здесь технологический вопрос. Называть мир все мыслимое, все сущее и все-все, либо мой мир, в котором я живу. Именно когда мы говорим о мире, мы говорим о неком и о неком бытии. Никакое животное, никакой камень, ни то что не говорится. Причем о замкнутом, тотальном, так сказать, завершенном. Для нас важно не только... И у любого животного есть вот это, в чем он живет. Не только что Антон является предметом. Нет, у него скорее есть именно эта окрестность. Окрестность, причем как бы с открытыми кланицами. А у нас замкнут. И у нас есть окрестность. Математически. Но вы можете обратить внимание, что наряду с тем, что воразить, есть предмет. Есть открытое множество и замкнутое. Есть предметность предмета, помимо того, есть еще понимание того, что предмет, который перед нами находится, принадлежит к некой тотальности. Эта тотальность и определяется по понятиям мира. Мы даже, если мы имеем окрестность, да, вот эту открытую, мы ее замыкаем всякий раз, дополняем, как вот чем-то таким. Животное тоже самое. Нет, 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 это свойство сознания. Об этом и речь. Об этом и речь. Хорошие заходы. Это действие именно. Это действие сознания. Это вот как бы замыкаем. Это уже не... Все, что касается действия, это уже не сознание. Ну, можно так сказать. Действие, оно и происходит так, как будто бы вот до этого это не было. Я вам маленькую ремарку. Но всякий раз, когда мы встречаемся с вещью... Делаю маленькую ремарку, что мы, когда в прошлом году обсуждали проблему сознания, как будто бы мы вдвоем все там разбежались или не было, я сказал фразу, на которой я настаиваю, что проблема сознания – это вообще проблема философии. То есть нет философской проблемы вне проблемы сознания и единого решения. То есть если мы признаем, что, возможно, единая философия, тогда придем к единому сознанию. То есть в каждой философии, в каждом направлении будет свое решение проблемы сознания. И то есть вся философия – это есть проблема сознания. Вот я бы так сказал. И поэтому как договориться материалисту и, скажем, субъективному идеалисту невозможно. Проблема только в том, что мы-то большая часть людей считаем, что здесь есть одна феноменция. Нет, как бы, множество, там, нет материалистов, идеалистов, а одна, это возможно. Я считаю, что где-то. По крайней мере, я не вижу одной. И мы пытаемся заставить вас тоже быть... Не, но если феномен сознания, он один, да, как бы, и мы, к слову, называем слово сознание, понимаем под этим, что есть некого рода один феномен, который проявляется много разных способов. Есть же тонкости всевозможные, есть же способы отношения к миру. То есть, например, целая куча философов одинаково относятся к миру, как некой тотальности, и некоторая куча философов, тем философ от нефилософа и отличается. Да, тем, что он понимает, что предмет нам дал не только как предмет, но еще форму вот этой самой предметности, то есть форму бытия. Вот этим он отличается от нефилософа. Тем не менее, они дальше начинают рассуждать. А форма эта имеет какие аспекты? Априлованные, апостеорные, каким-нибудь третий. Здесь появляется пространство-время. То есть большое количество различных философов, сходясь на это, то, что они называют философией, дальше расходятся. Вот по проблеме сознания это вот иммуникационная линия. Но у меня считаешь, что внутри философии нефилософии. Нет, я считаю, что внутри философии нефилософии существует. И коротко, наверное, ее можно сформулировать так, что есть философия, которая признает существующим только то, что дано в сознании. Вот существует, никакой теории отражения нет, то некоторые допускают, что за сознанием есть что-то, но мы не можем об этом ничего говорить. И что я различил, то и существует. В сознании. То есть мир это то, что я осознаю. И с другой стороны, ближе к материализму, к физикализму, которые считают реально существующую вещь, а сознание я ее лишь отражаю. И вот по этой иммуникационной линии здесь и разные сознания у нас получаются, и разные философии. Вот смотрите, из того, что на самом деле мы разные вещи называем сознанием, это просто означает, что мы недостаточно сознаем различия, которые, возможно, нам надо действительно, как вы говорите, разный термин для разных вещей придумать. Да, да, да. А мы все называем одно. Это основная проблема. Нет, но это же проблема везде же, не только проблема сознания. Вы понимаете, но ведь... Но сам феномен-то присутствует. Феномен-то присутствует, и проблема-то присутствует. Если мы отречим, это назовем сознанием... Разные понятия. Ну хорошо, но если мы все вместе здесь, все вместе, наконец-то договоримся, что вот это мы назовем сознанием, то, что мы предлагали, а то, что... Ну или, допустим, а это другие... И потом скажем, давайте позанимаемся этим. Да, будем с этим, да. Мы же... Это будет одна философия или разные философии? Понимаете? А? Вот я, например, дальше уточняю, там всплывет именно... Потому что на самом деле, на самом деле, все-таки философия, это не просто как бы определение. Это еще и, ну, так сказать, некая интенция, что вот это вот вопрос важный, и вообще это вопрос, а это не вопрос. Вот вы считаете, допустим, что это не вопрос, или, допустим, не первый вопрос, а вот это первый вопрос. А мы считаем вот наоборот, да, пока. Ну, вопрос первичности и вторичности. Да нет, скорее вопрос, можно же вообще, как бы начинать разговор о том, что есть некий феномен, который мы как бы вот предварительно назвали словом сознания. Вот этот феномен единый? Единый этот феномен, да? Да, или он расщепляется на много феноменов. Ну, надо же объяснить, где он? Ну, вот, например, еще раз берем, мы можем сказать, что там все животные, это просто животные, да, там. Или все-таки мы начнем делить на классы, на виды, на отряды, нет. Это же будет, ну, значит, потом уже можно делить. Так вот, в сознании не такое понятие, которое потом на классы, отряды делится. Понимаете, еще не можно. А это не квордореальность. Видите, это такая реальность, как, допустим, электрон. Понимаете, это некая реальность. Мы же недельным электроном, такой, сякой, третий, десятый. Он просто есть и все. Так же и сознание, оно есть. И мы на нас должны этот феномен взять так, как он есть. И в этой, собственно, задача, а не так, как мы можем придумать армию. Проблема в том, что мы берем разное. Так вот и состоит в том же. Раз мы берем разное, значит, возможно, то, что мы называем в сознании, это просто разные феномены, которые названы одним словом. Нам, значит, надо применить здесь свое сознание, различить на различные феномены. Чем мы принимаем все, что мы отмечили? Вот мы отличили, как Игорь сказал, опосредование. Нет, нет, для этого нужно знать какую-то феноменальность, на которую мы будем опираться, когда мы говорим слово «сознание». А не так, что есть какое-то понятие, которое потом мы будем искать. Я протестую против слова «сознание» — это феномен. Сознание — это не феномен. Вот это вот интересно. И что это такое тогда? Потому что есть феномен, который может реально поставить феномен, выглядит только на фоне другого феномена. То есть мы можем. Сознание, мы не можем ничего противопоставить. Мы не можем облить его границей, сказать... Ну, бессознательно, мы же говорили. Что? Бессознательно — это как раз неудачно. А чем он не может что-то... Что, понятие «сознание» — это некое эмпирическое понятие? Эмпирическое понятие «сознание». Ну, например, вы сами говорили, животное не обладает сознанием, мы обладаем сознанием. Значит, сознание — это некий феномен, который одни имеют, другие не имеют. Ну, ребята, но... Нет, подождите, это означает, что ты исходишь из некого концепта и пытаешься навязать. А я говорю наоборот, сначала... Ну, не все понятия проистекают из феноменов, но это же тоже очевидно достаточно. Да, даже очевидно. Нет, подожди, это... Понятие «бытия» — какой феномен? Подожди, подожди, подожди. У нас есть технологическая проблема. Была технологическая. Вот в сознании нам даны феномены. В сознании нам феномены даны. И если мы в это сознание еще помещаем сознание как феномен, то есть, здесь нужно четко говорить, если мы определяем все, что нам феноменологически дано, нам дано в сознании, ну, в кавычках, в сознании, как в чем-то, да, то тогда мы не должны само слово «сознание» называть словом феноменов. Почему не должны? Пожалуй, не дано нам феноменологически. Да, но феноменологически. Да, можем его называть. Понятие, да. Но не феноменально. Ну, не феноменально. Не феномен. Ну, как, например, жизнь — это феномен? Ну, понятие «жизнь» нигде не дано, но тем не менее это специфический именно термин специфический как бы это специфический термин которого это не является феноменом это единственный термин жизнь тоже феномен нет потому что давайте так образ такой вот сидит белок биолог и изучает жизнь вот чтобы он не изучал он не изучает не жизнь он изучают метаболизм там орган какой-то где кровь физиология анатомию но не жизнь то есть такого предмета как жизнь изучать не может пошлить его нет все все что я изучаю я называю вообще на слову что это не феномен также как и человек изучающий сознание он не может вот я вот вот это это нет 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 а вот-вот как чтобы я не не стал изучать изучая сознание я попаду на какой-то феномен который не является сознанием я буду психически это акварио какой-то либо самосознание самосознание что то есть нет того такого предмета не но мы все-таки философия понимаете как предмета как понятия почему это есть понятие например феномена нет я против пространство и и вещи но я просто другое предложение так как бы вот мы берем болезнь да на самом деле есть как бы насморк там есть да то не знаю там связи слизи не глаз там кашель есть но это феномен феномен это это но на самом деле мы ведь не говорим о том что как бы если кое-то отдельно кашель отдельная я хочу сына потратить подождите подождите давайте я договорю просто мы говорим о том что есть некая болезнь которые все объединяете а это симптомы этой боли нет и симптомы эти боли точно так же мы говорим о сознании в этом же смысле есть проявление есть проявление многие правления сознания как феномен в моем сознании не является симптомом сознания. Не является. И то, что ты можешь... Подожди. То, что в пространстве не является симптомом пространства. Точно так же, как для кота. Для кота стол не является столом. То есть, болезнь не является условием возможности существования симптома. Нет, еще раз говорю. Мы говорим о сознании, как о таком феномене, который проявляется во многих симптомах. Но эти симптомы объединены некой единством. Либо не объединены. либо вообще сознание какого-то но прям и предполагаю что объединены точно так как мы говорим о болезни чтобы многообразные симптомы беден и насадили то что мы называем болезнь но они либо не объединены во-первых как бы либо это две болезни три болезни так да симптомы это не феномен это первый момент с точки зрения если мы аккуратно будем проводить аналоги симптомы никогда не будут феноменами феномен это специальное слово это как бы ведь ну это уже терминологически я же власти но вовсе во вторых вот из чего ты делаешь вывод что вот там конкретная вещь в сознании вот является с отсылкой симптом оцелает вот если как бы коротко сказать отсылка именно к сознанию где этот переход осуществляется ли он у тебя именно феноменологически послушаем он осуществляется вот говорили недавно то что в сознании что что мы теряем когда теряем сознание это некий некого рода симптом что мы его что-то такое теряем и понимаем что мы что-то что такое теряем и и относим его к тому что мы бы назвали феноменом сознания отрицательная понятно много ясность сознания да вот некого рода ясность хорошо да там моё возражение изначально к этому определен остается в силе когда человек умирает вот он теряет как бы все то же самое вот и жизнь и сознание вот эти жизнь и сознание вот эти все вещи вот эти это не возражение это определение нет это я это не возражение потому что я говорю что мы на самом деле если исходим из некого опыта да и хотим на самом деле сознание предъявить как нечто одно для всех а не так что это вообще какое-то пустое понятие который каждый деляется вышел как ему вздуматься вот нахо захотелось и назвал словом сознание типа и пусть будет сознание вот именно поэтому не должно быть феноменом нет а вот именно то все феномены субъективные как тут мы вот именно подождите подождите про субъективность только тогда когда нечто реальное на самом деле доступно многим только тогда это реально доступно многим является чем-то одним это весь вещь нет вот что реальное доступно многим у всех одно и то же но не есть феномен и есть вещь понимаешь это ну мы не говорим про два человека мы говорим а они как смысл они к их сущности которые которые хотят о том что хотим дать зачем как мы отличим вот у нас есть я произношу слова александр вы вообще-то свели на самом деле слова сознания к слову разв�анные т resonates я на самом деле пытался указаны делается в foul universités men не ни возможно сознание ищете поставить я поднялся чуть чуть выше взял слово fenамены и показала что можно сопоставить еще боись феномен болезни есть феномен сознания есть там феномен они и какие-то другие есть феномены которые тут настолько сложно устроены что сами никогда не данный да но проявляться каждом день если к сильном о фрезерном пула если мне даже нет alone то это в феномен. Я согласен с этим. Подождите, ну что, болезнь дана, как болезнь дана? Феноменами это явление. Ребята, давайте так вот, просто на будущее дать. Слова не важны сейчас. Если мы будем... Нет, я не говорю о словах. Вот про болезнь, безотносительно всех слов, как она существует? Вот как существует болезнь в своих симптомах? Болезнь не на некий феномен. Ну, в своих симптомах она проявляется, но нигде, никогда болезнь вот так не дана, в виде того, что вы можете ее схватить за уши. Конкретная болезнь конкретного органа она конкретно фиксируется как конкретный феномен. Нет, ну бывает это такое. Ну, скажем, допустим, если у тебя ну не знаю, рак у тебя вот эти вот раковые клетки. Раковые клетки это сама болезнь. А феномен, вот эти явления, симптомы, это там не знаю, то, что у тебя там, не знаю, кашель там или еще что-то. Амблысел. Амблысел там, не знаю. Но избористая это трудный феномен. Шизофрения там какая-нибудь там. Бывают головные боли, не бьет без причины. Это мы можем, что может быть. Схитические болезни это да. Да, схитические болезни. Просто я не хочу в это даже вдаваться. Я просто говорю, что... Все это различаемо. Еще раз говорю, я просто предлагаю увидеть метафору, да, на самом деле, болезни. Эта болезнь только как метафора здесь выступает. Есть такие сложные феномены, которые не даны никак, только через свои симптомы. Но ведь согласись, согласись, метафора для сознания, метафора пространства, в которой помещены вещи, она гораздо лучше здесь? Конечно, гораздо лучше. Нет. То есть вещи размещаются в пространстве. Пространство вещью не является само. Оно может быть лучше, но мы подходим к одному и тому же феномену с разных сторон. Можно подойти изнутри, как предлагает Игорь. Изнутри, а можно подойти попытаться... Я предлагаю, вот, мы хотим к одним языку, мы сейчас спорим, естественно, давайте называть понятие сознания. Нифига на понятие сознания. И не вызвать ни у кого никаких проблем. Еще раз говорю, вы это... Если это будут просто чистое понятие, то тогда... В чем чистое понятие? А какое это понятие? Просто понятие. Для того, чтобы дойти до понятия, сначала надо указать сущность, которому это понятие соответствует. О чем это понятие? Смотри, у нас нет такой проблемы с пространством. То есть, как бы, эта проблема, объяснить, как мы вот это понятие пространства сформировали, но оно сформировалось. У нас нет феномена пространства. Но есть понятие. Почему феномен пространства? Точно так же есть феномен пространства. Значит, разная терминология. Я могу вам сказать, что нет ничего, кроме феноменов. Ничего больше нет. Есть только феномены. И они должны быть сознанием. Да это ладно, это бесконечное это. Как тогда говорится, что сознание это феномен, вы это ставите в ряд. Я всё знаю. Проблема самого сознания в том, что мы обсуждаем здесь сознание, которое как бы никак не дано. Тем не менее, мы можем его обсуждать. Мы можем обсуждать всё, что угодно. И поэтому здесь проблемы никакой нет. Каким образом сознание является феноменом, который мы обсуждаем? Нет никакого здесь проблемы. Зачем это феномен здесь? не просто она нет было действительно встает вопрос чем нам помогает то что ты говоришь указывая на феноменальность сознание что это проясняет это проясняет тот способ что чтобы они не говорите о пустом понятии потому что можно придумать пустое понятие например там развлечение пустое понятие придумать и потом везде его видеть я могу придумать тоже пустой понятие линию и могу сказать что линии есть везде понимаете что это даст нам хочешь сказать что мы не должны зацикливаться на просто определение понятия да мы должны его встречать нет нищим опытом сознания когда именно только так и двигаться мы должны наоборот вниз от сознания нет нет а я хочу сказать что для того чтобы прийти к сознанию сначала надо прояснить какие мы симптомы сознания что мы называли бы проявлением сознания для того чтобы потом как бы из-за из того многообразия опыта может как-то обобщить и какое-то понятие выдвинуть потому что получается у александра что уже он электрон что-то там различает и это уже возможно считать симптомом сознания у нас симптомов два во первых сознание различает во вторых относится к тому что она различим у меня симптомы есть такие как ясность сознания как тут ума нас это потеря сознания я считаю здесь дом и я оранственность так и вроде про ясность и про мутность в данном случае как только мы будем говорить про ясность сознания и про мутность сознания или там скажем про количество как это вопрос когда но нам что-то в сознании это не определяет само сознание когда Это объектная данность. Александр, мы уже это обсуждали. Согласно вам, пространство – это просто пустота вырезанная. И туда надо что-то вставить. Пространство – это не пустота. Мы уже обсуждали это в прошлый раз. Почему здесь пустота и пространство? Потому что точно так же можно сейчас и про то говорить, и про ясность. По-вашему, есть некая нейтральность, а ясность и четкость возникают как некого рода побеги на нейтральность. Так, что ли, по-вашему? Я считаю что ясность и четкость, феномен света – это некого рода немножко феномен сознания. Это некого рода свойство самого сознания. У меня есть один человек, у него в сознании что-то дано четко, а у другого это не дано четко и вообще не развлечает. Но, при этом мы можем говорить, что у них разные сознания? Вот можно ли говорить о разных сознаниях? Можно говорить о разных сознаниях. Конечно. Вы сами говорите, что есть какие-то сознания высшего уровня, кто-то медитирует, а куда-то улетает. Нет, есть... Какое-то другое сознание. Я не говорил. Ну, вы не говорили, вы приводили примеры такие тоже. Давайте, вот как, Игорь, сойдемся на то, что общее. Мы пока как бы не договорились, можно ли говорить о ясности или не ясности, просветленности или не просветленности. Пространственности. Но мы, наверное, все договорились о том, что не будем судить о сознании по той стойности, которая в нем дана. То есть, одному может быть дано, а другому другое. Это не имеет сознание. Это тогда не имеет. Но вот то, как оно дано, может быть, мы сейчас будем это обсуждать, может быть точно так же, как... Ну, это, в принципе, сугубо каллигерянский разговор. То есть, я не просто соотношусь с чем-то там, как вот с некой чтойностью, а я еще как-то отношусь к нему, допустим. И вот это как-то. И это как-то, оно не является чем-то дополнительным, что как бы... То есть, это всегда... Вот это как-то как раз... Ясность как раз, или там, метафора света, она и говорит, как оно соотносится. Мы же видим не свет, и нам ясность проявляется не тем, в смысле, что сам предмет какой-то более ясный, чем другой. А это некое вот именно свойство сознания, которое как бы есть, да, и оно проявляется. Точно так же, как и пространственность, да, на самом деле. Может говорить о том, что вещи даны как-то уложены в пространстве, а мы просто как бы открываем глаза и видим... А может говорить о том, что на самом деле так устроено сознание, что оно все пространственно. Ну, естественно. Естественно, так устроено сознание, что в нем дано все так, как нам дано. Вот как дано, так оно и устроено. Нет, просто в данном случае предлагалось отличать это что-то, как бы, от самого сознания. Сознание не сводится к воспринимаемой данности. И вот как только мы укажем на что-то, это будет что-то, но не сознание. Мы не можем указать на сознание. Да, но... Но мы можем понять на самом деле, что сознание это не что-то, но и вот надо, и можно попытаться, исходя из этого, указать на самом деле, как же мы это различение делаем, что листи и того, на самом деле, что мы как бы называем сознанием. Если нам что-то дано, некая что-то, что-то мы различили, мы констатируем, что это сознание. Мы это сознание. Понимаете, но и речь идет о чем? О том, что, ну, ты так вот... Другого нет. Например, вот представь себе море, да, на нем плавают корабли, какие-то там обломки досок, еще что-то, да. Оно может быть спокойным, вот, а может оно как-то бурлить, да. Вот, море, вот это как бы сознание, вот. Оно может быть разным, говорят, понимаете, разным. Но, а чтойность вот эти вот... Разность, она в чтойности проявляется, оно не в самом сознании. Нет, вот эти кораблики, вот эта чтойность, они могут быть разными. И он может вообще не быть. Но и само сознание, как море, вот, оно может штормить, а может быть спокойным. И про вот это... А если нет, этого кораблика? И поскольку море не является предметом, поскольку мы не воспринимаем море, да, а воспринимаем корабль... Вот такое условие, да? Да, да, вот такое условие. Вот. То мы не можем сказать, что это чтойность. Но при этом мы все-таки говорим, что оно бывает разным. Вот так вот странно, да? Вот. И в этом случае я и говорю о феномене сознания. Вот, да. То есть, но здесь возникает такая картинка с примесью нейрофизиологии. И все, то есть, можем говорить о том, что да, действительно состояние мозга может быть разным. Вот наркотическое, усталое, еще какое-то. И это влияет на картинку на сознание. Как это объяснить, то уже понятен. Да. Вы опять пытаетесь к чтойности свести к другой, чтобы успокоить себя. Нет, 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 нет. Успокоить себя. Нет, 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 я не прочитаю. То есть, мы можем зафиксировать, что действительно корабли стоят или прыгают. Но что само эти волны мы не различаем. Так вот вопрос. Относить сознание, называть только вот это прыгающее или само море? Но если мы будем говорить само море, то нам необходимо и к нейрофизиологии идти. Нет, нет, нет. Речь идет о том, что... А вот я еще хотел бы дальше один шаг сделать. Мы сейчас на самом деле локализовали сознание только как будто бы оно есть в каждом отдельном субъекте. А на самом деле ведь можно дальше пойти. Ведь если есть сознание, если есть разлеченность, и мы сознаем что-то, да, на самом деле, то сознание не обязательно связано с нашей субъектностью. Можно говорить... Да, вполне возможно. Не, но это не в том смысле, что стол осознается. Нет, 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 можно говорить о субъектности мира, в целом, абсолютном субъектности. Нет, и опять же, сознание и субъект, это опять же, не одно и то же. Конечно, не одно и то же. Я имею в виду, что сознание можно говорить о какой-то некой субстанции. И мы именно когда вообще разговор ведем о субстанции, то всегда имеем в виду именно сознание. И когда мы говорим о мире как целом, именно с точки зрения сознания мир как целое может быть именно замкнут и дан как субстанция. Ну, вот тут другая межа протекает между монизмом и дуализмом. Вот, пожалуйста, еще один водораздел чисто философский. Нет, ну вот наделение стола субъектностью, да, или там наделение убытием. На самом деле есть некого рода акт сознания. Это сознание признает вот это вот как бы многообразное какое-то целое, как бы, да, какое-то там, это в виде некого одного. Это некого рода акт именно сознания, да. Сознание наделяет этот стол бытием, и он есть как бытие, как одно, да, и функционирует как нечто одно, которое статует совсем другим, только благодаря тому, что сознание его признает как одно. Стоит только сознание отказать этому вот многообразию в одном, он перестанет иметь эту субъектность. И в этом смысле сознание есть вот то начало, которое делает субстанцию субстанцией. И благодаря которому, во-первых, мы сами себя сохраняем, да, то есть сознание остается равным самому себе. И оно есть с некой, это действие отождествления, да. То есть это я равно я, да, это действие сознания. И более того, оно позволяет всем другим предметам точно так же оставаться самим собой. То есть я повернулся, как бы, и это тот же самый стол, да. И я верю в это просто потому, что я считаю, что он остался тем же самым. А не потому, что стол на самом деле остался тем же самым. Я считаю. А на самом деле в столе произошли какие-то реакции, там, какие-то электроны вылетели, какие-то влетели, и он стал другим. Вот еще и физически. И нет вообще, но в любом случае, да, в сознании дан стол, и он сохраняется столом именно в сознании. Нет, просто это другая сторона, которая вот, это отдельная сторона. Как раз это по этой поэму, с этой точки зрения, совершенно не важно, как отдельные субъекты, ясно у него сознание или неясное, это говорят о сознании. Важно, на самом деле, что в сознании, в принципе, есть некая субстанция, и обсуждать ее нужно, как субстанция. Ну вот, это тоже вопрос, можно ли использовать. Это, знаете, мне кажется, это как бы возвращение теории эфира такое. То есть, вот есть у нас понятие о пустом пространстве, да, а было понятие об эфире, как о некой среде, в которой... Вот на самом деле вот это сознание, вот недаром как бы я море там представил, как бы этому тянет. Можно ли, то есть, да, но сама субстанция нам не дана, а дана только от тенденции. Нет, ну в качестве перспективы, как бы, дальнейших обсуждений, почему нет? Ну вот, другое дело, что, может быть, когда-то потом мы либо разобьем теорию эфира, либо откажемся от этой теории эфира. Ну так это нормальная история. При том, что как бы мы понимаем, что там вот тот квантовый вакуум, который сейчас в физике обсуждается, тоже, по сути, в каком-то смысле эфира. Но это уже не такая среда, но это просто не пустота. А все же это к сознанию не имеет отношения? Ну это метафора, некого рода метафора. Так мы и говорим, что сознание можно иметь в метафоре пространства. Просто мы знаем два вида субстанций и пытаемся понятие вещи протяженные, перекинуть на другую субстанцию, на сознание. Нет, на самом деле есть три субстанции. Субстанция мыслящая, субстанция протяженная, субстанция Бога, которая объединяет то и другое. Я просто утверждаю, что субстанция Бога у Декарта, это и есть субстанция сознания. Пару слов еще. Затронув квантовую механику, существует три разновидности квантомеханического объяснения сознания. Или, скажем, не объяснения, а квантомеханических концепций сознания. Различный Пенроуз, есть, значит, наш, ну, вы видите, вы из головы физик, ну, не важно. То есть есть несколько, я могу посмотреть, есть несколько, то есть основанные, у Пенроуза все идет от того, что он заключает, что вот наш мозг, наше мышление или сознание в целом нерационально, и проводит, есть какие-то там скачки, нарушение детерминизма, и вспоминает, что это есть квантовая механика, и пытается поселить квантовую механику в нейроны, в трубочки там, и там происходит коллапс волновой функции, вот, и это выслабит другое представление сознания, что сознание способно на коллапс волновой функции, то есть при наблюдении, и что вот это вот само развлечение, это и есть сознание, то есть Менский, Менский наш физик. Ну, когда говорят, что сознание нерациональное, это как бы что, сознание немышленно? Нет, это не сознание, да, оно не может быть рациональным или нерациональным, оно просто есть. Но там куча всяких нюансов, и, конечно, это, скажем так, не мейстрим, а какие-то там существуют. Да, но надо понимать, что любой физик, Менский, Пенроуз, он не использует философского понятия сознания, мы не используем. Не используют, да, не используют. Ну, хотя у Менского ближе к философскому, у нас представлено, то есть он говорит, да, что вот тот мир, ну, там он еще Эвереттовскую концепцию многомирности эксплуатирует, но в таком щадящем варианте, не говорится о множестве миров, существующих при каждом выборе, но то, что каждый выбор сознания, это есть фиксация некого мира, в котором мы существуем, в принципе, актами сознания мы можем даже менять мир, выбирать... Но в этот момент мы опять потеряли, как бы, определение сознания, как именно опосредованность, понимаете? Я говорю, что есть огромное количество вариантов, и читая какой-то текст, нужно... То есть, во-первых, нельзя, вот, если мы сейчас определим что-то, нужно это понимать, что это наше, на троих, четверых, пятерых, некое понимание, что читая первую книжку, там другое. Так нет, ну, понимаете, ну... Вот именно философская проблематика, ну, уж так всегда было, что она касалась именно вот этой вот опосредственности. Вы никогда не занимались философы? Вот занимаются сейчас. Ну, почему занимаются? Ну, потому что они называют себя философами, нет? А на самом деле они занимаются там аналитикой, они мыслят, да, они мыслят. Но это не философский вопрос. Нет, проблема вообще философская. И с квантовой механикой там действительно есть некоторые философские проблемы, и с сознанием связаны, ну, просто сам вопрос, почему наличие наблюдателя влияет на физику, да? Ну, влияет, да, вот ты, после того, как ты открыл ящик, как заширенный, ты получишь некие результаты. Ну, мне кажется, что мы, как бы, кое-чего достигли, в некоторой общности понимания можно и передохнуть. Да.